Совместное заседание коллегий Министерства иностранных дел Беларуси и Министерства иностранных дел России под руководством глав внешнеполитических ведомств Максима Рыженкова и Сергея Лаврова состоялось сегодня в Бресте. Такие встречи проводятся с 2000 года и являются действенным механизмом синхронизации усилий двух стран на международной арене. Это первое в истории Министерства иностранных дел двух стран подобное мероприятие в выездном формате. Главы внешнеполитических ведомства отметили символизм проведения встречи в Бресте в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Потому и рабочий день начали с посещения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», где возложили цветы к вечному огню и почтили память защитников цитадели. Вторым пунктом повестки дня стала встреча министров иностранных дел с молодежью, которая принимала активное участие в строительстве Республиканского центра патриотического воспитания. Главная тема диалога – сохранение исторической памяти и укрепление отношений народов двух стран. Внутри нации, наверное, у всех есть что-то объединяющее, поскольку мы все граждане своей страны, и если мы нормальные люди, то мы, конечно, хотим своей стране удачи, счастья, благополучия. В стране, значит, и всем нам. Перед совместным заседанием коллегии главы Министерства иностранных дел России и Беларуси встретились в узком кругу с председателем Брестского облсполкома Петром Пархомчиком. Актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в различных сферах – итоги реализации совместных планов и программ на повестке заседания. Особое внимание – взаимодействие Беларуси и России со странами мирового сообщества с упором на ШОС и БРИКС, а также совместным усилием по противодействию судебно-правовой и санкционной политике коллективного Запада. Благодарю российских наших коллег за помощь в решении вопроса о присоединении к Шанхайской организации сотрудничества и получению статуса партнера БРИКС. Сделали это все очень оперативно, слаженно. Это работа очень важная для Беларуси, потому что мы их рассматриваем как очень серьезные, важные площадки совместной нашей работы с соответствующими государствами глобального юга, а из большего, как мы это все называем, глобального большинства. Было уделено внимание тематике дипломатического сопровождения интеграционных процессов в рамках союзного государства, включая подготовку заседания Высшего государственного совета союзного государства. По итогам встречи принято и подписано постановление и утвержден план консультаций на 2025 год. Также министры иностранных дел сделали заявление о недопустимости в международных отношениях применения так называемых двойных стандартов. Нами рассматривались вопросы борьбы с, как мы даже термин придумали, юридической агрессией в отношении наших государств и многих других стран тоже мира это касается. С точки зрения использования абсолютно неправомерного, келейного, международных правовых инструментов для оказания давления, влияния абсолютно необоснованного в отношении наших государств с вовлечением в этот процесс различных международных институтов, которые, в общем-то, находятся в большей или в большой степени под контролем. Нельзя позволять грубейшим образом нарушать обязательства по международному праву, чем занимается Запад, поправ все принципы Всемирной торговой организации, все правила работы МВФ, Всемирного банка, да и собственные концепции глобализации, когда Запад всем рассказывал, как важно обеспечивать честную конкуренцию, презумпцию невиновности, как важно обеспечивать неприкосновенность собственности. Все это было в один день сброшено, когда надо было наказать конкурента. В данном случае это была Российская Федерация, ну и многие другие страны, включая Республика Беларусь. Во время общения с журналистами были затронуты и темы дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Подняты вопросы совместного обеспечения безопасности двух стран. Юрий Печер, Наталья Луговкина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест». Продолжение следует...